СПОРТ И ЖИЗНИ Авангард проведет 4 предновогодних домашних матча в форме специального новогоднего дизайна. После матча эти свитеры будут реализованы на благотворительном интернет-аукционе. Все вырученные средства пойдут на лечение пациентов гематологического отделения Омской областной детской клинической больницы. Интернет-аукцион на площадке shop.hawk.ru уже стартовал и продлится до 28 декабря. Итак, переходим к новостям этого дня. Смотрите сегодня. Что сегодня мешает развиваться бизнесу? Село в порядке, страна в достатке. Оправдался ли этот девиз? И чем знамениты женщины в Сибири? Рекомская область утвердила тариф на проезд в городском транспорте на 2018 год. И в среднем это 38 рублей 27 копеек за одну поездку. Рост тарифа заставил 28%. За эти деньги муниципальные перевозчики обещают перевезти в будущем году 71 миллион пассажиров. Впрочем, несмотря на возросший тариф, билет на автобус, троллейбус и трамвай обойдется МИЧУ в 22 рубля, как и сегодня. Разницу будут гасить из городского бюджета. Средний тариф составил 38 рублей 27 копеек. Если брать все предприятия в круговую, тариф, на мой взгляд, оптимальный для эффективной работы наших предприятий. Он обеспечивает своевременную оплату всех затрат для того, чтобы организовать доступные, качественные и, самое главное, безопасные перевозки. В Омске продолжается второй региональный чемпионат молодые профессионалы WorldSkills. Малому предпринимательству сегодня посвятили целую дискуссионную площадку. Что ж сегодня мешает развиваться бизнесу, выяснила Ксения Тойчкина. Обсудить проблемы начинающих предпринимателей сегодня пригласили студентов, преподавателей и состоявшихся бизнесменов. Однако, помимо педагогов, на встречу пришел всего один предприниматель – Дарья Ситникова. У девушки свое небольшое предприятие по диротизации и дезинфекции. Его она открыла сразу после окончания вуза по специальности менеджмент организации. Полученных знаний хватило, чтобы развить свое дело. Вот уже шесть лет фирма из десяти человек выигрывает торги и проводит окорицидную обработку государственных и частных учреждений города. Вот все говорят – кризис, кризис. Кризис – это, на мой взгляд, навязанное понятие. То есть, если человек стремится к чему-то, он обойдет вот это понятие кризис и он будет развиваться, он приспособится к этому. Поэтому главное – стремиться и понимать, для чего ты это делаешь. Как раз с пониманием будущего дела у многих выпускников возникают проблемы, считает заместитель директора торгово-экономического колледжа Елена Юрьева. Получив диплом, они теряются и не решаются открыть свой бизнес. Назвать конкретную причину педагог не смогла. На сегодняшний день наблюдается определенный спад в открытии собственного дела молодыми людьми. И здесь очень много факторов, которые сдерживают развитие молодежного предпринимательства. Поэтому однозначно ответить на этот вопрос сложно. Предприниматель Юлия Скок уверена – все просто. Выпускникам не хватает запала и креатива. Этого вполне достаточно, чтобы развить свое дело. Так она и поступила. Еще будучи студенткой, Юлия начала шить бабочки на заказ. Потом клиенты стали интересоваться рубашками и жакетами к элегантным аксессуарам. Сегодня у девушки одно из самых крупных предприятий по пошиву мужской одежды в городе. Продукцию оценили не только амичи, но и жители других городов России. К слову, размер стартового капитала был всего 500 рублей. Этого хватило, чтобы зарегистрировать ИП. Вот этот алгоритм действий нам на первом курсе рассказали. Поэтому здесь не было проблем. В плане открытия формального бизнеса – это да. Здесь можно все знания получить в университете. И там, по-моему, называлось введение в предпринимательство. Я уже не помню, как назывался этот предмет. Но прямо по пунктам было несколько пунктов, которые нужно было выполнить, чтобы зарегистрировать индивидуального предпринимателя. С этим вообще никаких проблем не было. То есть я не ощутила никакой бюрократической на меня давли, налоговой травли. Никакой никогда не было. Мы просто платим налоги и все. Спустя пять лет работы предприятия Юлии все еще относятся к категории микропредприятий. Таких в Омске сейчас зарегистрировано около 25 тысяч, что на 5 тысяч больше данных 2016 года. Этот сегмент бизнеса самый востребованный среди начинающих предпринимателей. Для них действует упрощенная система налогообложения. Выйти на более крупные масштабы производства – значит связать себя большими обязательствами в части налогов и законодательной базы, говорит исполнительный директор предприятия Роман Залесов. Мы с Юлией постоянно думаем о расширении и наверняка когда-нибудь наступит тот момент, когда мастерская превратится в небольшую, а потом и в большую фабрику. И естественно мы понимаем, что это повлечет за собой увеличение оборота в любом смысле, в денежном, в человеческом плане. Но пока нам комфортно в тех рамках, в которых мы действуем. То есть нам важно сохранить качество того продукта, который у нас есть сейчас. И если у нас будет расширение, то естественно мы будем привлекать уже ресурсы совершенно другого масштаба. Для сравнения, в 2016 году в Омске было зарегистрировано всего четыре организации среднего бизнеса. За год их стало больше всего на одну. А это значит, что не каждый решается перейти в этот сегмент предпринимательства. А если и попадает, то удерживается с трудом. Ксения Туечкина, Андрей Кузьмин, Антенна 7. А студенты профессиональных учебных заведений вступили в борьбу за именную стипендию и за путевку на чемпионат мира WorldSkills. Там победителей ждут 5 миллионов рублей. Однако побороться за главный приз участникам из России мешают обстоятельства. Тему продолжит Евгений Нифанов. Здесь все как в автомастерской. Только специалист совсем молод, а клиент хитер. Правила конкурса заставили организаторов устроить массу неполадок. С виду авто новое, а внутри сплошные проблемы. На все про все у каждого участника ровно три часа. Причем до начала соревнования у них забирают мобильные телефоны. Поэтому единственная подсказка – это вот этот ноутбук, где можно посмотреть схемы автомобиля. Условия строгие. Заглянуть под капот нашему телеоператору разрешили на несколько мгновений. А взять интервью у любого из участников вообще невозможно. У него обрыв имеется в первом цилиндре. Был снят разъем. Так как на него приходит плюс, значит у него должен пропадать минус. Минус у него пропал в самом разъеме. А может такая сосредоточенность и нужна конкурсантам? Россияне как раз берут упорством, говорит этот скромный парень. На мировом чемпионате, проходившем в этом году в Абудабе, Россию представлял он. Евгений Булдашов из Курганской области занял четвертое место. Однако до уровня азиатов и немцев далеко. У азиатов у них очень большая скорость работы. Ну, как я предполагаю, они просто работают и тренируются на новом оборудовании, во-первых. И у них, если какая-то непредвиденная ситуация, тогда у них уже, это слабое место их. То есть они не могут понять, что им делать. Оборудование – это слабое звено в цепи образовательных учреждений. Эта относительно новая отечественная марка машины оказалась в автотранспортном колледже благодаря организаторам. Студенты могут изучать современное российское авто. Скорее на практике, где-нибудь в автоцентре или на СТО. Да и эксперт Алексей вдруг признает, даже современные отечественные сильно отстают от импортных собратьев. Потому сам он водит японский внедорожник. Вы отдали предпочтение иностранному автомобилю. Российский все-таки сильно уступает. Правда, что это ведро гвоздей? Правда. Ведро гвоздей. И болтов. WorldSkills – в переводе с английского «мировые навыки и умения». А где их набирать, как не в таких колледжах? Конечно, материально-техническая база маленько еще уступает. Допустим, зарубежные. Даже не маленько, а на шаг. Они у нас идут впереди по учебным заведениям. Знания учащихся пытаются разнообразить за счет социальных партнеров. Директор образовательного учреждения горд востребованностью выпускников. Социальности востребованы. Конкурс по профилям специальностей у нас 4-5 человек на место. Поэтому студенты здесь идут заинтересованные. Конечно же, они обычные наши школьники. Обычные омские ребята, омские девчата, которые заканчивают обычные школы. Сказать, что это какая-то элита молодежи – нет. Это обычно те ребята, которые выросли в трудовых семьях, которые не боятся испачкаться, не боятся заниматься рабочей профессией. Евгений уже закончил колледж. Хочет открыть свою мастерскую, но нет денег. Поэтому устроился инструктором передавать опыт новым участникам WorldSkills. Этот конкурс – равнение на мировой опыт автомастерства. Евгений Нефанов, Сергей Гаврилов, Антена 7. Еще о конкурсах в Омске выбрали лучшую женщину Сибири. Ей участницей могла стать любая. Мама – бухгалтер, руководитель, сотрудница культуры или соцсферы, здравоохранения или спорта. Единственный критерий – номинантка должна жить в Омской области и выделяться среди своих коллег и соседок. А вот чем знает Светлана Уронцева. Первый полноцветный номер газеты в Омской области вышел именно в Полтавском районе. Сильная и самостоятельная такая участница номинации – женщина-руководитель Валентина Мороз из Полтавского района. 15 лет. Она главный редактор газеты «Заря». Еженедельник – самый тиражный в Омской области. Но главным достижением Валентина Мороз считает не это, а помощь героям своих статей «Односельчанам». За реализацию социально значимых проектов газета на Всероссийском фестивале СМИ награждается уже четвертый год. Светлана Лакиза в Марьяновском районе учит детей, которые обязаны быть в танцах. Она заведующая Домом культуры и балетмейстер хореографического коллектива «Этюд» в одном лице. «Работа с детьми – работа всегда нелегкая. Но, мне кажется, если ты любишь свою работу, ну а я именно такой человек, то это дает результаты и приносит свои плоды. Потому что участники моего коллектива, ну я уже забыла в каком году получил название «Образцовый», и мы являемся победителями областных и международных конкурсов». Проект появился семь лет назад. Придумали его мужчины, которые захотели сделать приятное жительницам одного из районов Омской области. «Как-то в одном из поселений у нас был скот граждан, и вот женщины говорят, вот вы, мужчины, побольше бы нам внимания уделяли, вот мы бы хотели бы, чтобы нас честовали, благодарили. Потому что, ну действительно, на селе женщины задействованы на самых сложных производствах, потому что профессия доярки, скотницы, телятницы – это очень тяжелый труд. И вот у нас так импровизированно родилась идея честовать лучших женщин». В этом году на конкурсе появилась новая номинация «Активная гражданская позиция». В нее попали омечки-общественницы, зоозащитницы, директора школ и биатлонистки. Светлана Урванцева, Сергей Гаврилов, Антенна 7. В Омской области количество фермеров и сельхозорганизаций сократилось наполовину. Сегодня Омскстат представил предварительные итоги сельскохозяйственной переписи, которая проводилась в нашем регионе летом прошлого года под девизом «Село в порядке, страна в достатке». Оправдался ли девиз? Цифры и факты сегодня записала Алла Аксенова. Полтора месяца статистики с планшетами в руках ходили по селу и отмечали, как используется земля. Кто на ней работает и что производит. Полученные результаты сегодня сравнивают с предыдущей переписью 2006 года. Это позволяет понять, как изменилось сельское хозяйство в Омской области за 10 прошедших лет. В итоге сельхозпредприятий всех форм стало вдвое меньше. Соответственно, настолько же сократилось и число работников села. К сожалению, увеличилось число хозяйств с заброшенными земельными участками. То есть пустующими домами. И вот число пустующих домов у нас за вот эти 10 лет увеличилось до 49 тысяч единиц. И площадью под ними 15 тысяч гектаров. Вдвое сократилась земля под сенокосами, пастбищами, уменьшилась и под пашнями. Что привело к таким изменениям, руководитель Омскстата Татьяна Шорина не стала скрывать. Выведено из состава земель сельскохозяйственного назначения примерно где-то 1 миллион гектаров. То есть земли отошли к лесному фонду. За этот период были ликвидированы предприятия. Но земли еще числятся за этими предприятиями. Они не работают, а следовательно, они не были участниками переписи. Их тоже где-то в таком же примерно объеме оценивает Росреестр, где-то 1 миллион гектаров. Часть земель реорганизованных предприятий была распределена между работниками в виде паев, долей. Но однако работники не все воспользовались оформлением именно как собственность этих участков. Не нашли им применения. Следовательно, на момент переписи они не считали их своими, а следовательно, и не выращивали сельскохозяйственную продукцию, либо разводили животных. Если говорить об обычных сельчанах, они все больше используют землю, чтобы прокормить семью. И все меньше с ее помощью зарабатывают. На своих участках большинство сажает кормовые культуры для скотины. Кстати, коров держат меньше. В регионе вообще крупный рогатый скот за 10 лет сократился на 30%. И теперь в основном КРС сосредоточен в четырех омских предприятиях, сообщает Омскстат. Надо отметить, что вот эта отрицательная динамика снижения поголовья этого вида животных характерна для России в целом. Вот только молока и сыров почему-то меньше не становится. Что еще важно? Из сельского хозяйства уходит молодежь. Растет процент пенсионеров. При всех этих показателях Омская область остается сильным аграрным регионом, считает Елена Шорина. За эти 10 лет сельское хозяйство у нас имеет положительные тенденции. Нельзя говорить, что есть над чем работать. В целом, отметила и в растеневодстве, и в животноводстве есть позитив. Поэтому я думаю, что мы позиции не теряем. Сельхозперепись подтвердила, что Омская область занимает 21 место в России по общему объему сельхозпроизводства. Тем временем в Красноярском крае, который на две позиции опережает Омскую область по объему произведенной сельхозпродукции, КФХ стало больше в 4 раза. Увеличилось количество крупного рогатого скота и земли под сенокосы. К слову, через 5 лет в России впервые проведут микроперепись, чтобы уточнить, изменилось ли что-то в селе. Алла Аксенова, Андрей Кузьмин, Антенна 7. На льду ничего не меняется. Мертыш застыл и стал пригоден для транспорта и людей. В некоторых местах глубина корки достигает 40 сантиметров, что радует рыбаков. Даже несмотря на морозы, любители подводного лова регулярно выходят на лед. Спасателям приходится контролировать акваторию. Инспекторы напоминают рыбакам о правилах поведения на льду и о правильном обращении с газовой горелкой. Лед не сильно хорошо схватывается в момент соприкосновения берега и кустарника, то есть рыхлость льда, то есть можно провалиться. Но в принципе в черте города не рекомендовано выходить на лед, так как у нас есть очень много стоков технического характера, которые подмывают лед. И он образуется более тонкий. Авангард неприятно удивил. Команда Блекла начала домашний матч с Югрой и могла пропустить уже на первых минутах игры. Скоростные проходы по флангам, острые передачи, броски, смелый натиск хоккеистов Югры, темп, напор, две возможности разыграть большинство. Главный герой первого периода, вратарь авангарда Олег Шилин. Голкипер выручил, ястребы выстояли, использовали свой шанс. На 18-й минуте Кирилл Семенов ракетой промчался по правому флангу, бросил точно в дальний угол. 1-0 эмоции болельщиков. Шилин хорошо стоит, хорошо. Вот нам бы еще защиту, защиты немного. Сильно даем бросать от защитников в синей линии, нам бы блокировать вот эти броски, тогда было бы хорошо. Ястребы повели. Инициатива оставалась у Югры. В начале второго периода гости с третьей попытки реализовали большинство. Попытались сыграть по ситуации. Наши хоккеисты мгновенно использовали момент. Шквал атак авангарда. Серия бросков, хорошее подключение новичка нашей команды Чеда Рау. Щелчок Ильи Михеева с 7 метров, шайба не шла в ворота. Мы заиграли быстрее, активнее. Начали комбинировать, бросать. Я старался хорошо взаимодействовать с партнерами. К сожалению, не все получилось. Мы не смогли реализовать свои моменты. Новые атаки. Напряжение, эмоции, драка. Виталий Меньшиков против Олега Погоришнова. Драма на финише периода. Хоккеисты Югры забили благодаря рикошету. Буквально следом Александр Пережогин мог сравнять счет. Болельщики авангарда сохраняли оптимизм. Бросать из любого положения. Бросать все равно откуда-нибудь она залетит. Бросать, лезть на пятак, добивать. Не уходить в углы самое главное еще тоже. Не к бортам, никуда. Именно прям лезть на пятак в наглую. И бросать с любого положения. Там как пойдет. Шок. Югра забила в длинной позиционной атаке. Еще один рикошет. 1-3. Срыв. Наши хоккеисты помчались отыгрываться. Гости наказали в контратаках. Неприятное поражение. 1-5. Комментировать особо нечего. Потому что команда не показала сильный характер. В первую очередь даже не хочу игровые моменты какие-то обсуждать. Потому что в первую очередь мы проиграли в единоборствах. Но опять же в характере. Следующий матч домашней серии «Авангард» сыграет в субботу. Наша команда сразится с хоккейным клубом «Сочи». Владимир Истомин, Максим Мартынов. Антенна 7. А вот омские боксеры выиграли 13 золотых медалей в традиционном открытом турнире Кубок Губернатора. В ринге центра единоборств соперничали спортсмены 14-15 лет из нескольких регионов. Лучших юных боксеров нашего региона представит Владимир Истомин. Самый мощный поединок решающей части соревнования финал в категории до 46 кило. Илья Речапов, он в синей форме против Рахата Тюленова. Совсем недавно спортсмены боксировали в первенстве России. Новая схватка. Темп, скорость, быстрое перемещение, взрывные серии. Тюленов точнее в первом раунде. Во втором Речапов за счет выносливости начал наращивать мощь своих атак. Превзошел соперника в важном компоненте – силе ударов. Перехватил инициативу, выиграл поединок с жесткими точными сериями. У меня все это не на скорость и уносливость. Что прибавилось – это мощь в ударе и в движении. Рубка в финале категории до 52 кило. Два омских боксера Владислав Павлов, он в красной форме, Вячеслав Каханчик. Начали бой в скоростном агрессивном стиле. Смелые разнообразно атаковали, попадали. Павлов быстрее нашел выигрышную тактику. Начал бить короткие, но сильные боковые удары. Два нокдауна – победа техническим нокаутом. Я бил удары с уклонами, закручивал. И начинал атаку с живота на голову. Эти удары проходили, потому что я провел очень хорошую подготовку с Гафаровым Романом Халитовичем. Это мой лучший тренер. Савва Воробьев выиграл все бои досрочно. Спортсмен блеснул великолепной физической подготовкой. Атаковал на скорости, стремительно, изобретательно. Бил серии с пяти и семи ударов. Выиграл финальный поединок в категории до 60 кило в середине второго раунда. Очень рад, что выиграл куба губернатора. Три боя провел, выиграл все досрочно. Получались двоечки комбинации. Пообережал соперника. Ну и все, проходил сквозь атаки. Поджимал, поджимал, кунадов работал. Все, так выиграл. Три красивые победы омичей за счет тактики. Никита Борилло, Эстивриза отлично маневрировал. Технично уходил то вправо, то влево. И бил крученые удары. Руслан Тюкенов нагнетал темп. Мощно атаковал на финише каждого раунда. Александр Калайтан грамотно действовал в атаках на встречных курсах. Технично перехватывал выпады соперников. Контраатаковал, бил точно и вовремя. В результате серия ярких побед. Оптимизм на финише сезона. В боксе помимо сил, удара, скорости, конечно, самое главное это ум. Когда я выходил в рынки, я думал, как ударить. И один из моих, на мой взгляд, получившихся у меня ударов, это бил право-боковое, лево заканчивал. И на протяжении всего боя я придерживался этой тактики. Следующие соревнования омских боксеров в новом 2018 году. В январе начнутся отборочные турниры чемпионата и первенства России. Первые на уровне Сибирского федерального округа. Владимир Стомин, Максим Мартынов. Антенна 7. И на сегодня это все новости. Спасибо, что были с нами. И не забывайте о благотворительном аукционе. Увидимся. Новогодняя акция. До 20 декабря «ЛМАК-01» по сниженной цене в медтехнике. Ваш подарок точно понравится. 500 магазинов. Миллионы идей для подарков. В торговом центре «Континент». Природа дала нам многое. Мы лишь добавили красок, развлечений, вкуса и еще больше лечения, чтобы вы могли провести свой лучший отпуск в Белокурихе. Бесплатно. Консультация детского невролога. Звоните в 633-555. Новогодняя акция. До 20 декабря «ЛМАК-01» по сниженной цене в медтехнике. В «Континенте» большая распродажа. Такая? Больше. Скидки нереальные, цены минимальные. Только 23-24 декабря участвуют торговые, мебельные и строительные центры.